Если взглянуть на карту Португалии, то заметно, что страна напоминает по форме прямоугольник. Столица и крупнейшие города расположены на берегу Атлантического океана, а восточная часть страны менее населенная. Однако там много небольших и симпатичных городов и сел, где можно интересно провести отпуск, заняться активным и познавательным отдыхом. Одним из лучших маршрутов для туристов является деревня Монсанто. До Монсанто удобно добираться из Лиссабона и Порту. Как раз в этих городах расположены основные аэропорты страны, куда можно прилететь из России. В португальской столице следует сесть на автобус или поезд и ехать до города Каштелу-Бранку. Это займет около трех часов. Поезда ходят с 8 часов до 19 часов 30 минут. По прибытии в пункт назначения, нужно пересесть на автобус до Монсанто. Поездка займет около часа. Расстояние составляет около 50 километров. От города Порту до Каштелу-Бранку ехать 4-5 часов поездом или автобусом. И далее, снова пересадка на автобус. Трасса Н-239, вблизи которой расположена Монсанто, ведет в Испанию. До нее около 20 километров, а далее, еще 320 до Мадрида. Замок глубока над Волтовой, романтика, застывшая в камне деревня Монсанто интересна тем, что она построена среди огромных валунов. Они создают удивительный ландшафт с высотами до 758 метров. Это создает весьма фотогеничный фон. А панорама природы хорошо сочетается с черепичными крышами. Архитектурный облик Монсанто сформировался за несколько столетий, с 12 до 19 века. Дома здесь как будто «родились из камней». Рельеф за этот период почти не изменился. Сейчас в деревне проживает около тысячи человек, но люди на этом месте поселились давно. Этот регион населяли лузитаны, римляне, вестготы и арабы. Португальцы отвоевали Монсанто у мусульман в 12 веке. Самая чистая деревня Индии по пути в Монсанто можно посетить замок 13 века в Каштелубанку. Рядом с ним расположены сад епископского дворца и несколько церквей. В самой деревне можно посмотреть башню Лукана, римский археологический памятник, порядка десяти часовен, руины церкви, остатки замка и фонтан. Горенин – заброшенная деревня в Шотландии, где можно пожить в средневековье. В Монсанто есть несколько заведений общепита. Самым колоритным является петискос и гранитас. Он имеет репутацию первого геологического ресторана Португалии. Идакая – кулинария земли. Он построен с использованием местных валунов. Помимо этого, имеется ресторан и таверна с региональными блюдами, в которой можно есть и внутри, и снаружи на террасе. Переночевать можно в залах типа Бэйбэ, кровать и завтрак, при таверне и в отеле. Выбор мест ночлега невелик.